Кольки гадога мельшанину Юрыю сказать тяжко. Уже давно он недзей не прасуе, а на жице зарабляе у тым лику якости подпольного курьера. На гэтый раз супрасонники милиции затрымливают яго с прикладна 10 литрами спиртаутрымливающей ваткости. Минавито так. Офицейно называется напой, який мужчина доставляя клиентам. У опошний час гэта достатково распаусюдженное правопорушение. У России у значных объемах набывается спирт, який у нас разбавляется водой и реализуется. В данном случае незаконный предприниматель у якости курьера выкористовывает непрацующего гемельшанина. Протокол на его складут, однако, коли будет заплачен штраф, неведомо. Предусмотрено статьей 12.27 штрафные санкции от 5 базовых до 100, в зависимости от части, с конфискацией перевозимого, переносимого имущества, в виде именно уже фальсифицированной спецсодержащей жидкости. Это как спирт, это же виноводочные изделия без акцизовой Республики Беларусь. Дарыш из России на Гомишину сегодня трапляет не только контрафактный спирт. Прозросийскую столицу до нас идут так само китайский спайс и таджикский насвай. С середины этого года за его заховывание, распаусюджывание и уживание продуглежен штраф. На этот раз супрационники милиции выявили некольки десятков пакетов по 20 граммов. Человеку кажуть, такой упаковки хапай на 5 дзен. Эфект досягается за кошт отручывания организма вапной, якая уваходить у состав насвая. Гэта не наркоты к учистым выглядзе, але стать инвалидам ад яго можна. Инша справа, что молоть, якая з'является основным спажутцом таких сумесел, об гэтым, завычайно, не думая. Ранее данные вещества употребляли в основном спортсмены для каких-то своих целей. Но в настоящий момент, да, в основном это молодежь, подростки, которые не понимают пагубность данного явления, не осознают, что данные вещества негативно влияют на их здоровье.